Привет! Снова время для обзора для Subs4All. Каждый раз с нетерпением жду, что же еще попадет под прицел ребят. Вот, давайте-ка вскрывать. Ух ты! Ну, тропушечка. Сам когда-то собирался делать на него обзор, но как-то руки не дошли. И прямо вот именно на вот этот вот вкус дыня. Ну что ж, это будет, наверное, не сложно. Своё мнение я давно составил. Погнали! Итак, Siberian Nutrogens. Сибирская нутропушка с легкой руки, насколько я помню, дядь Жени. Пробник их протеина был у меня в самом первом-первом-первом-первом-первом-первом выпуске. Смотреть не советую. Даже у меня от него кровь из глаз. Но все равно ссылочка будет вот где-то вот здесь. С тех пор произошел небольшой рестайлинг упаковок и большой продуктов. Добавились новые вкусы, старые обновились и так далее. Вообще, производитель наш местный производится в славном городе Берске. С производством, насколько мне известно, у них всё в порядке, к нему претензий нет. Правда, есть претензия к тому, что производитель на этикетке не указан, но это немножко другое. Вообще, как я погляжу, совсем немногие производители заморачиваются с тем, чтобы реально привести этикетку полностью к требованиям текущего законодательства. Но это опустим. Лично у меня есть определённый кредит доверия к этому производителю. Хотя на старте они выглядели, ну, довольно забавно. Я в том самом первом ролике это обсуждал. Сейчас всё поменялось, ребята стали серьёзнее и пилят крайне-крайне годные информативные ролики о своей продукции. В реально классном формате, с интересной подачей, монтажом и прочим. Надеюсь, я тоже когда-нибудь до такого дорасту. Рекомендую глянуть, кто не видел. Ссылку на их канал я оставлю в описании. Из-за чего тянут резину в долгий ящик сразу к оценкам производителей. Ну, на мой взгляд, с репутацией у бренда всё вполне норм. До 2017 года много кто их ругал за вкусы продуктов, но после ребрендеринга в этом плане дела пошли на поправку. Скандалов с их брендом не замечено. Посторонних предметов, в отличие от некоторых, в протеине не находили. В общем, ну, допустим, 8 из 10. По открытости я поставлю 7 из 10. Видео и фото с производством мне не попадались. Однако, как я уже сказал, ребята снимают видео о своей продукции. Производят Лексбес по добавкам и тому подобное. Ну, твёрдое 7. Доступность. В принципе, рядом со мной купить его довольно легко. Я знаю несколько магазинов, в которых он продаётся. Другое дело, что он немного оверпрайсный, поэтому, насколько я знаю, плохо продаётся. Так что, боюсь с такой ценовой политикой, а перспективы не очень радужные. Так что, по доступности придётся поставить, ну, единицу из пяти. Дороговато, да и Яндекс.Маркет о нём почти ничего не знает. Ассортимент. Тут тоже не богато, на самом деле. Протеин, гейнер, аминокислоты, кстати, нестандартные. Креатин и пампелка. А ещё даже разжигатель Финист. Вот, вроде бы, и весь ассортимент. В общем, ну, тоже единица. Узнаваемость. Ну, в принципе, по методике Subs for All надо бы поставить единицу, но я поставлю два. Так как всё же присутствует на слуху этот бренд, несмотря на то, что подписчиков, ну, в группе маловато. Ну, и переходим, собственно, к продукту. Как я уже сказал, дизайн претерпел некоторые изменения, стал более интересным. Конечно, отдельно стоит отметить вот прикольную фишку с животными на продуктах. Каждый продукт компании ассоциирован с каким-то животным. Мотивация, правда, немного не ясна. Например, к чему здесь на протеине лось? Ну, медведь нагенерит ещё туда-сюда, типа масса, ну, а лось тут при чём? Есть у них, конечно, склоган, цитирую, ебашь как лось. Конец цитаты. Но он тоже как-то с протеином не очень вяжется. Интересно, что лицевая сторона частично на русском, а название продукта инбренда на английском. Вкус обозначен вот такой вот маленькой наклеечкой, которую ещё надо разглядеть. Зато вот надпись об европейском белке в составе, вот очень-очень крупно. Вообще, какая разница, европейский или какой ещё там белок, и к чему эта надпись на лицевике? Ну, и как обойтись без надписи о премиальности продукта? Конечно же, никак. Отдельно, конечно, составляет надпись по 35 с чем-то порции в 900 граммах. Следовательно, порция у нас в районе, ну, 25 граммов. Зачем так? Почему не дефолтные 30, что логично для 900 граммовой упаковки? Думаю, дело в дефолтном Russian Scooby, который мы уже не раз видели в отечественных продуктах. Задник украшает интересная информация, зачем же нужен протеин. Схематичное изображение того же самого лося, видимо, как символы силы и скорости, для увеличения которых и предназначен протеин. Ну, как-то так, что ли? Ну, короче, бог его знает. Знаете, что мне кажется, что по заднику снова произошли какие-то изменения? Сейчас даже принесу старую пачку, она у меня еще стоит. Немножко сравним. Смотрите, и впрямь они немного отличаются по лицевой и по задней стороне, цветовой гаммой и надписями. У нового на заднике все же написано, что производитель ООО Nutrimix, а не по заказу ООО Nutrimix, как это было ранее. А также мы видим, что сильно изменилась вкусовая линейка. Часть вкусов была выведена и довольно много вкусов были добавлены. В частности, были добавлены кокосовый, карамельный, манго, фисташка и мятный шоколад. Очень жаль, что мне не попался какой-то из этих, а то дыню, как вы видите, я уже пробовал. Хотя вдруг произошли серьезные изменения и по вкусу с тех пор. Сейчас как раз будем проверять. Состав очень похож, если не сказать идентичен другому продукту, бывшему у меня на обзоре, который выпускается на этом же самом производстве, но под другим брендом. Также в составе содержится Inulina Bromeline. Про него я уже рассказывал все в том же обзоре. БЖУ, как водится, у нас одно на все вкусы. Ну, привычненько. Белка заявлено 75,5%, аминокислотного профиля нет. Эх, всех вас, господа, надо бы отправить на стажировку в БИК, чтобы вы видели, как вот такие вещи оформлять нужно. Информация для аллергиков в виде противопоказаний. В общем, на троечку оформлен задник в этом плане. Так что за дизайн по итогу я и поставлю эту самую троечку и буду пробовать, поменялось ли что-то по самому продукту. Традиционно, как мы знаем, отечественная протеина плохо вскрывается по отрывной, но проверим еще раз, вдруг. Ну, вот если очень, очень аккуратненько рвать, то оно нормально отрывается. Продукт довольно пыльный, что как бы не есть гуд. Но при этом не вызывает таких сомнений, как герой предыдущего обзора для Sub-SawRoll RPS Nutrition, если вы смотрели. Самое примечательное, скуп лежал с самого верха, его не пришлось искать. И вот о чем я говорил, дефолтный Russian скуп. Я так полагаю, он меня ничем не удивит в плане взвешивания, но я все же взвешу. Протеин очень сухой и сыпучий, поэтому никаких проблем его набрать ровненько, потому что неровненько его набрать как раз проблема. 23,28 грамма, в принципе, в заявлено 25 грамм почти попали, но я буду сыпать 30 граммов. Я буду сыпать нормальную порцию 30 граммов, то есть это примерно полтора скупа, чтобы получить 30 граммов. Я не буду вестись на эти 25 граммов, 35 порций в упаковке, что это вообще за дичь. Но пыльность мне не очень нравится. Ну, в общем, при помощи своих атомных нано-весов я набрал ровно 30 граммов, ровно, прям ровно. И сейчас буду булили-булили. Знаете, ничего не поменялось по внешнему виду, он крайне сильно пенится, как всегда. В составе есть соевый лицетин, написан в упаковке, но очевидно его очень-очень мало. При этом продукт очень пенится, очень много пены. Запах готового коктейля крайне хороший, это прям реально такая дыня насыщенная. Прям как летом, скоро пойдут дыни. Как видим, производитель добавил мало лицетина, зато добавил красителя, чтобы напиток напоминал цвет дыни, скорее, причем даже кожуры дыни, потому что мякотью дыни цвета не такого. Пены все еще очень много, в стакане больше половины пены, она, конечно, оседает, но, тем не менее, ее очень много. По моему опыту, она оседать может очень долго, на самом деле. Вот замешал протеин, лучше поставить ее минут на 15 и пойти что-нибудь позаниматься, только потом его пить. Потому что, ну иначе ты из шейкера целиком его не выпьешь, пока он не отстоится. С другой стороны, с растворимостью вроде как все в порядке, не вижу, чтобы кто-то не растворился, растворился он полностью. Итак, за консистенцию я поставлю 5 из 10, мне не очень нравится большое количество пены. Она мне не очень мешает, но, тем не менее, не люблю. Я был прав, все растворилось, за растворимость максимальный балл 3. Сладость. Как по мне, сладость вот сейчас в идеале, то есть 30 граммов на 300 миллилитров сладость получается в идеале. 25 граммов я это пробовал, сладости явно недостаточно, то есть нужно 30 граммов все же. Пересмотрите, пожалуйста, количество порций в упаковке и рекомендуемый, рекомендуемый размер порции. Положите уже на нормальный скуп, а не вот эту хрень, которая там лежит, и все будет хорошо. По вкусу это отличная дыня, вот реально, без вопросов, отличный вкус дыни. Я поставлю смело 9 из 10 за вкус, попали в дыню замечательно, в сладость замечательно. Пены много, но, тем не менее, за вкус я ставлю 9 из 10, это вкусная дыня, любителям такого вкуса она должна гарантированно зайти. И вот посмотрите, я допил и сколько осталось пены, ну это же, это же, это же, это же, это же чистый продукт, его придется смыть, выбросить. Как же так, мой внутренний еврей негодует. И так что по итогу неплохой дизайн, отличный вкус, немножко недооформленный задник и большое количество пены. Но в целом продукт я считаю крайне удачным, единственное, что он стоит немного дороговато. Ну и по мне вкус дыни достаточно быстро приедается, лично я его очень долго пить не могу, у меня пакет уже стоит достаточно давно, я его изредка попиваю для разнообразия, но на постоянку я бы такой себе все-таки не брал, я уже для себя сделал такой вывод. Поэтому на мой взгляд, если немножечко убрать те шерохалости и косяки, протеин можно будет рекомендовать смело и он будет отличным. Но правда, как я уже сказал, по цене ему конкурировать сложновато. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся.